Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня видео про моих фаворитов 2016 года. Вы знаете, это вообще мое первое видео в таком формате, поэтому здесь будут не только те средства, которые я открыла для себя в 2016 году. Это, наверное, просто одна из моей самой любимой косметики, но большинство из нее, да, безусловно, я открыла в этом году. Кстати, давайте поиграем с вами в небольшую игру. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, что войдет в моих фаворитов. Без разницы в какой категории. Мне просто интересно, сколько из вас может угадать какие-то мои фавориты. И небольшой дисклеймер к этому видео. То, что я показываю в этом видео, это на 100% мое личное мнение. И имейте в виду, что то, что нравится мне, то, что подходит мне и моей коже, может абсолютно не понравиться и не подойти вам. Начнем с волос. На самом деле, с волосами я абсолютно ничего такого не делаю. У меня всего есть несколько средств. Про шабуни, возможно, я расскажу в каком-то отдельном видео, если вам это интересно. Но для ухода именно я обожаю вот эту вот сыворотку, двухвастная сыворотка от бренда Капус. Капус. Видите, у меня сколько ее мало уже осталось. Вы ее вот так вот встряхиваете и на влажные волосы пшикаете, когда выходите из ванной. Также рекомендуется перед каждым расчесыванием пшикать. Поэтому я перелила себе вот эту вот жидкость в небольшие пульверизаторы и просто кидаю в сумочку, ношу с собой. Конечно, каждый раз не получается пшикать, но я по максимуму стараюсь. Для укладки я использую вот такой вот лак. Он от бренда Salerm. И шампунь у меня тоже от бренда Salerm. Этот уход мне прописал парикмахер. Меня все, в принципе, в нем устраивает. Мне нравится в этом лаке то, что он, во-первых, точно сочетается по формуле с моими уходовыми средствами, потому что это один и тот же бренд. Тем более, формулы различных средств у различных производителей могут нейтрализовать друг друга именно, поэтому я стараюсь покупать и работать с одной линейкой. Для укладки я использую такие вот щипцы. Это фирма Gama. Они турмалиновые. И, вы знаете, им 7 лет. Они 7 лет прекрасно вытягивают волосы. И, в принципе, я никогда не замечала, что это использование щипцов. У меня что-то плохое происходит с волосами. Но я стараюсь, знаете, как если я сушу феном волосы, то я не использую щипцы. А если я хочу использовать щипцы и, например, сделать там кудри или какую-то укладку или вытянутые волосы, то я просто позволяю волосам высохнуть без фена. Люблю сухой шампунь Batiste. Я купила вот такие вот travel size в Чехии. Но вообще я не слишком люблю ощущения сухого шампуня на волосах. Мне кажется, что они какие-то сухие. Средства я использую, когда я 3-4 дня не мою голову и надо как-то более-менее вот ее освежить. Сейчас у меня голова помыта 3 дня назад, поэтому я запшикала все шампунем. И, в принципе, у меня пачкается вот здесь, вот кончики у меня никогда не жарнятся. И поэтому, что чисто и что грязные, примерно в одинаковом состоянии находятся. Давайте теперь ходить к лицу. Итак, для очищения лица я люблю кларисоник. Мне его подарила подруга. Спасибо ей за это большое. Я его использую, ну, наверное, 1-2 раза в неделю. Он отлично отшелушивает кожу. Коже становится действительно более гладко. Конечно, от черных точек и всякого такого он не супер помогает. Это скорее такое средство для отшелушивания. Маски. Это моя самая любимая маска на свете. Просто самая любимая. Она у меня по всем косметичкам распихана в маленьких баночках. Обожаю ее. Намазываю ее всегда в перелете. После перелета. 1-2 раза в неделю ее использую. Просто обожаю результат этой маски на коже. И еще очень люблю маски вот такого корейского бренда. Он называется NMF. Именно вот эта вот серия мне нравится. Я не уверена, что есть в России. Мне кажется, я видела на каком-то сайте. Ну, как обычно, все в 2 или в 3 раза дороже. Ну, а я скоро буду делать небольшой азиатский гивауэй. По секрету вам говорю. И там будет целая пачка вот этих масок. Но они просто обалденные. Я всегда их в Китае себе покупаю в магазинчике корейской косметики. Я думаю, многие из вас благодаря рекламе знакомы вот с такими вот штуками, которые для расслабления глаз. Я нашла штуку намного круче. Нашла ее, опять же, в Китае. Ну, мало ли вдруг кто ездит в Азию. Потому что мне много девочек пишут, что я вот еду в Китае. А что купить вы будете в Китае, обязательно зайдите вот в этот японский магазинчик. Он называется Minisa. И здесь вот пачка вот такая вот стоит где-то 140 рублей. Они греют намного дольше. Если вот эти, которые я тоже, в принципе, люблю, они греют, ну, минут 10, наверное. То вот эти прям фигачат, ну, минут 30. Я использую вот эти вот примочки, когда слишком долго работаю за компьютером. Потому что я прям чувствую, что я ложусь спать. У меня брови вот так вот сдвинуты. И прям напряжение вот здесь. Это помогает расслабить все лицо. Но вот эти вот тоже очень классные. В Японии вот это продается вообще на каждом просто углу, в каждом супермаркете. Вот такие вот огромные стенды. То, что это продается в таких количествах нереальных в Японии, меня в очередной раз убедило, что вот это вот стоящие вещи. Потому что у японцев в плане косметики обычно практически все стоящее. В плане ухода 2016 год был у меня какой-то немного непонятный. То, что я могу выделить. Моя любимая штука всевременного народов. Это чистая гиалуроновая кислота от Альцина. Это абсолютно потрясающе. Стоит не супер дорого. Классный вообще немецкий бренд. У них хорошие уходовые линейки. И вообще давно люблю. Просто она у меня куда-то завалилась. И я пару месяцев ее не видела. А тут вот нашла. И такая, господи, почему же я тебя каждый день вообще не использую. И из того, что я могу выделить, это уходовый крем тоже от Альцина. У меня это стресс-контрол. И он у меня все уже кончился. И мне повезло, что я нашла в косметичке для командировок вот в такой вот маленькой баночке остатки. Не знаю, как насчет ухода на каждый день. Потому что я предпочитаю все-таки прям мощный антиэйдж. Но для перелетов, для командировок, кто вот часто ездит, у кого кожа подвергается частным каким-то сменам климата. Вот для такой кожи это просто потрясающий крем. Я уже рассказывала в своем видео как-то про уход, что я когда летаю в Китае, там плохая экология. И меня все обсыпает прыщами. Так вот, когда я пользуюсь этим кремом, вообще нет высыпаний. Прям вообще я в таком шоке. В общем, я обожаю этот крем. Стоит опять же не каких-то космических денег. Это очень классный бренд, который известен скорее в профессиональных таких кругах косметологов. Но как бы присмотритесь, мне он очень-очень нравится. Переходим к декоративной косметике. Я, конечно, постаралась выделить прям по одному средству в каждой категории. Но в некоторых будет побольше. Итак, праймер. Среди праймеров я могу выделить вот такой вот праймер от MAC. Он называется Natural Radiance. Он очень хорошо увлажняет. У него мельчайшие частицы. Его я люблю прям для себя. Мне его хватает надолго. В большинстве своих видео я использую праймер от BEC. Я его тоже люблю, но он скорее больше для именно фото, видео. Вот для чего-то такого. А вот MAC для жизни, ну и в принципе для съемок, когда вам нужен эффект просто натуральной кожи. Очень хорош. И я действительно очень люблю этот праймер. Это то редкое средство, которое я покупаю, покупаю и покупаю заново. Тональный крем. Я думаю, ни для кого это не удивление, кто смотрит мои видео. Это вот этот вот товарищ от Tarte. Я его как попробовала, с тех пор использую почти каждый день. Посмотрите его, видите, уже совсем там чуть-чуть осталось. Очень понравился. Очень подходит для сухой кожи. Потому что у него влажный финиш. Он не высыхает на лице. Он достаточно подвижный, остается в течение дня. Поэтому для тех, кто любит тереть там свое лицо, это не подходит. Мне нравится то, что он сохраняет кожу увлажненной. То, что он не высыхает для меня, это скорее плюс, чем минус. Соответственно, он не супер стойкий. То есть, это там не стойкость 24 часа. Но с утра до вечера я прекрасно с ним хожу. Он остается на лице. И в каких-то стратегически важных зонах, типа там Т-зоны, я его просто подзакрепляю пудрой, и все отлично. У меня он в цвете Light Neutral. Есть вот тональный крем, о котором я как-то не очень много говорила на своем канале. Один раз, по-моему, я его тестировала, и все. Но я его очень часто использую. Это вот эти стики от Make Up For Ever. Они сейчас на мне. Это более плотное покрытие. Я вообще как-то полюбила тональные средства в формате стик. Вот эти вот мне прям очень нравятся. У меня один потемнее, один посветлее. На камере вообще разницы нет. Но в нанесении, я думаю, вы ее видите. Очень классное, суперское покрытие для фотосъемок, для видео. И вообще красота просто. В работе я его использую, когда нужно покрытие, знаете, такое средней плотности. Но можно сделать прям и плотное покрытие. Его я наношу только кистью типа Artis. Beauty Blender можно растягивать. Но мне вот это вот шлепание в течение 5 минут по лицу, мне это неудобно. Поэтому я его растушевываю только кистью Artis. Вот эта основа все-таки чуть более плотная. Она намного более стойкая. То есть она в течение дня вообще держится как прибитая. Я ее очень люблю. Прям вообще даже не думала, что мне так понравится, когда покупала. Но она действительно потрясающая. Мне очень нравится. Еще потрясающее открытие 2016 года. Это бренд Cover FX и Custom Enhanced Drops и Custom Covered Drops. Вот такие вот более темные капли я использую для затемнения всех тональных кремов. И более светлые капли я использую для осветления. Это больше для работы, но когда я чуть более загорела, то я вот с помощью вот этих капелек себе оттеняю все свои тональные крема, чтобы оно подходило чуточку больше к загару. Сейчас у меня, кстати, есть чуть-чуть загары на лице, именно поэтому я в макияже их использовала. Вот эти вот капли в оттенке Celestial я просто обожаю и использую их и на себе, и в работе постоянно. Средства можно добавить в любую вашу базу, и она станет такой немножечко мерцающей. Можно использовать как хайлайтер, даже это как тени можно использовать. Но я использую это только в тон или только в базу под макияж для того, чтобы сделать мерцающий. Очень люблю. Дальше скульптор. У меня, к сожалению, он разбился, извините, он в отвратительном виде. У меня это Kevin Ocon в оттенке Medium. Ну, давайте я лучше фотографию, наверное, вставлю, потому что у меня он совсем побился. Я уже заказала себе новый. Идеальный цвет, дает потрясающее покрытие практически на всех тонах кожи. Я как начала его использовать, у меня другие скульпторы просто умерли, поэтому я даже особо не покупаю какие-то скульпторы на тест. Потому что я знаю, что ничто, ничто не сравнится со скульптором Kevin Ocon в цвете Medium. Я пока не встречала людей, кому этот оттенок бы не подошел. Хватает его очень надолго. Ну, конечно, если вы не как я, а я хрюшка, и я пару раз роняла его прям очень сильно на кафель. И, в общем-то, из-за этого он у меня и разбился. Поэтому приедет скоро новый, с ним я буду намного более аккуратной. Обожаю вот этот бронзер от Tarte. Вот так вот он выглядит. Он вроде как шиммерный, но он, видите, он не суперпигментированный, что я обожаю в бронзерах, когда их можно наслаивать совершенно спокойно. То есть он дает чуть-чуть вот такого теплого какого-то оттенка. Иногда я его даже использую в качестве скульптора, когда мой Kevin Ocon совсем уже в печальном каком-то состоянии где-то лежит. И вот это то средство, где я точно дойду до самого низа. Просто классный, очень красивый цвет. И он, знаете, он не дает никаких блесток. Он просто чуточку мерцает. В работе тоже его использую. И на себе его просто обожаю. Другие бронзеры иногда начинаю тестировать, пробовать, но все равно всегда возвращаюсь к нему. Хайлайтер. Мой вечный фаворит. Это Becca в оттенке Moonstone. Отличный цвет для средней кожи. Просто мой самый любимый. В румянах у меня два фаворита. Первый фаворит это Becca в оттенке Flower Child. У меня она вот в такой двушке с хайлайтером. Этот хайлайтер мне тоже, в принципе, нравится. Но если надо выбрать прям любимца, то я выбираю Moonstone. Мне кажется, это вот самый такой нежный, приятный оттенок, который освежает лицо. Вот они прям хорошо пигментированы. У них достаточно сделать кисточкой один раз тыц. И все. И у вас наберется достаточно много румян. Классный цвет. Люблю его. И другой мой любимец, о котором я почти не говорила на своем канале, это Makeup Geek в оттеле Spellbound. Вот это мой цвет прям на каждый день. Он несколько похож на оттенок Becca. Давайте вот его рядом вот здесь я вам покажу. Но он чуточку более розовый, чуть менее коралловый. В плане пудры я очень люблю пудру от Laura Mercier. Это Translucent, то есть бесцветная пудра. Вот она, как мука. Это хорошая пудра для любителей бейкинга, для тех, кому необходимо мотировать лицо. И она достаточно устойчивая. То есть, если вы замотируете лицо, то, в принципе, жир не очень быстро начинает приступать. Долго думала, показываем эту пудру или нет, потому что я ее использую вообще буквально неделю. Но я ее уже очень люблю. Это пудра от La Prairie. Не буду долго на ней останавливаться. Но я могу сказать, что вот эту пудру я сейчас сюда беру с собой в качестве типа компактной пудры для поправления макияжа. И использую намного больше ее, чем Laura Mercier. Laura Mercier я оставила для бейкинга, потому что La Prairie мне немножечко жалко для таких целей. Один из самых моих любимых консилеров это Naked от Urban Decay. К сожалению, он у меня сейчас кончился. Я вставлю картинку его. Очень его люблю. Мне он нравится. На каждый день мне он ничего не сушит. И мой любимец, который я тоже пока не показывала на канале, не знаю почему. Это консилер от Laura Mercier. У нее вот такая вот попка. И ей очень удобно на самом деле ставить вот такие вот небольшие точки. И прям вы и наносите, и сразу растушевываете. Мне еще нравится этот консилер, потому что он у меня без эффекта высветления. Он просто в тон моей кожи. В работе я его тоже использую. Я щипочками снимаю вот эту пипку, выдавливаю. Нужно мне количество на палитру, работаю с палитрой. Очень мне нравится. Он не скатывается под глазами. Он достаточно легкий. И для меня это в консилере очень важно. Поэтому я его очень люблю. И подумала купить себе еще один такой же, именно для высветлений. Переходим к глазам. Две мои любимые базы под тени. Одна это MAC, вот такая вот база под тени. Я ее очень люблю, когда я использую какие-то более темные тени. Потому что вторая моя любимая база, это вот такая вот Urban Decay в цвете Eden. Я ее люблю использовать под тени, потому что у меня дурацкий татуаж. И она хоть как-то перекрывает его. Эта база, ее надо прям совсем капельку, совсем чуть-чуть. То есть буквально прям вот раз, вот так вот, чуть-чуть. Даже не видно, сколько вы набрали. И вот таким же похлопывающим движением наносите на веки. И тогда тени будут держаться очень долго. Действительно очень качественно. Очень люблю эту базу. И в работе в основном использую вот именно ее. Вот эту для себя. В карандаше у меня немного карандаш. У меня вот один черный, классический черный карандаш Smolder от MAC. Ничего сверх, абсолютно просто хороший классический черный карандаш. Он подходит лично и для слизистой. Он очень стойкий. У меня держится и на слизистой, и на всех веках. Дальше мне лично для себя очень понравился карандаш от H&M. В оттенке Spruce Me Up. Это вот такой вот изумрудный оттенок. Я просто на себе использую в основном на нижней слизистой, только вот изумрудные вот такие вот карандаши. Потому что они просто подчеркивают голубой цвет глаз. Качество отличное. И слизистый он никуда не девается. Очень нравятся. Вообще карандаши от H&M, если подобрать там правильно цвет, они очень хорошие. Мне очень понравились. Дальше моя неземная просто любовь. Это тени в стике от Nars. Я их использую не как тени. Я их использую в качестве черного карандаша кремового. Я их наношу часто по ресничному контуру, мягко растушевываю. Наношу в слизистую. В слизистую могу и кистью наносить могу. И прям вот так вот. Очень мягкие, очень стойкие. То есть вы их наносите, растушевываете. И причем времени на растушевку достаточно. И потом они все застывают. Очень кремовые. Надо с ними осторожно, чтобы их не наляпать. Вот это просто моя нереальнейшая любовь. Потому что я на себе часто люблю оформлять ресничный контур. И знаете, такой вот он прям размазанный. Такой немножко в стиле гранж. И слизистую люблю, затемнять я люблю, чтобы слизистая черная держалась максимально долго. Вот это тот случай. Моя любимая подводка это Том Форд. Я знаю, что он очень дорого стоит. Но он действительно потрясающий для тех редких стрелок, которые я рисую на себе. Он мне идеально подходит. То есть с ним прям вот жизнь в плане стрелок, я могу сказать, что изменилась. У него прям вот нежнейший вот этот вот кончик. То есть видите, какие-то закогулины. Он рисует без всяких проблем. Плюс у него есть вот такой вот малыш, малюсенький кончик, которым, ну, можно настолько острую стрелку вывести. Такой лайнер действительно меняет жизнь к лучшему. В плане туши у меня любимый дуэт. Это Benefit Roller Lash и Chanel Le Volume Ultra Noir. Я сначала всегда вот этой вот тушью ресницы прокрашиваю, приподнимаю их у корней и дальше вот этой тушью добавляю объем. Обожаю эту тушь, но причем по одиночке они мне обе не так нравятся, потому что по одиночке вот эта тушь не дает объема. А я люблю, чтобы ресницы были объемные. А вот эта вот тушь, она не дает разделения, точнее, ну, оно какое-то недостаточно и подкручивания. В плане кремовых теней мое открытие в этом году это потрясающие тени от H&M. Очень мне нравятся, не все цвета. Мой самый любимый оттенок это Sirocco. Я люблю его использовать во всех своих бронзовых макияжах. Его можно и самого по себе использовать, но он, естественно, немножко скатывается в складках, поэтому лучше его закреплять каким-то аналогичными сухими тенями и будет очень красиво. Крутое качество, крутая тушевка, вообще не ожидала от H&M, прям супер. И еще одни тени, которые супер актуальны в этом сезоне, это ярко-красные тени от Джорджа Армани в оттенке Хена. У меня здесь чуть-чуть по краям золота, потому что я золотой кисточкой туда лазила. Очень красивый прям красный оттенок для того, чтобы они как-то поярче заиграли. Очень мне нравится прям вот этот оттенок, вот этот цвет, прям вообще супер. Переходим к теням. У меня две палетки и несколько однушек. Первую палетку я просто даже боюсь показывать, потому что ее столько людей позорили в интернете, что типа это фу-фу-фу и ужас, а мне она настолько нравится, что я ее использую реально практически каждый день. Это вот эта палетка от Кали, бронзовая, самая ее первая. Я не очень использую вот эти вот оттенки, но я обожаю просто вот этот вот оттенок для того, чтобы носить его по всему подвижному веку. Обожаю вот этот цвет в качестве оттенка под бровь и на внутренний уголок. Вот этот просто супер для того, чтобы высветлять как-то немного под бровью, для затемнения складки, отличный оттенок. То есть я могу сказать, что вот все оттенки, кроме вот этих вот двух, просто суперские. Но когда я куда-то еду, я знаю, что я могу взять вот эту палетку совершенно спокойно. Я не сделаю с ней черные смойки, потому что этот черный, он не очень остальное. Мне очень нравится действительно качество. Они не супер пигментированные, как какие-то супер профессиональные тени, но мне действительно нравится эта палетка. Она не производит какого-то нереального впечатления, что просто вау. Но на каждый день можно сделать хороший макияж. На вечер тоже можно сделать хороший макияж. И действительно, это одна из моих любимых палеток. Вот лично для себя на работу я ее никогда практически не беру. Вторая палетка, я думаю, это тоже ни для кого не секрет, потому что она у очень большого количества людей в любимчиках, насколько я поняла в 2016 году. Это Анастасия Беверли Хиллс Modern Renaissance. Но вообще и вторую палетку Master Palette by Mario я бы тоже отнесла к любимцам, но просто хочу чуть позжать и сделать. Очень крутая палетка. И для того, чтобы сделать супер модный образ какой-то в красных тонах, много нейтральных оттенков, много золота, много бронзы. Мои любимые оттенки в этой палетке это Antique Bronze и, наверное, Primavera. Вот Antique Bronze я его наношу вообще на любые подложки, на кремовые тени, просто на базу. Мне он безумно нравится и на голубых глазах, на карих глазах, на зеленых, на всех, на всех. Просто обожаю. Если, знаете, ее как-то вот немножко вот так вот воспринимать, то она получается базовая. Но вообще я считаю, что в каждой палетке, в принципе, должен быть черный матовый. Но здесь вот этот оттенок Cypress Amber прекрасно его заменяет. Он достаточно темный. Он у меня сейчас на нижнем веке. И, в общем-то, эта палетка скомпонована отлично. Это, наверное, самая крутая палетка, которая вышла вообще в 2016 году. Просто из теней, которые продаются в индивидуальном порядке, мои самые-самые любимые это Makeup Geek. Мое первое видео на канале это как раз про тени Makeup Geek, где я там такая, знаете, это палетка, это тени. В общем, ужас. Ну, в общем, оно про Makeup Geek. Это мои любимые тени не только 2016 года, а вообще всех времен и народов. Мои самые любимые оттенки. Это достаточно базовая такая растяжка. Первый оттенок это Creme Brûlée. Он супер подходит для того, чтобы его просто нанести на все подвижное веко и по нему уже тушевать все остальные оттенки. Это оттенок Barcelona Beach. Это просто суперский оттенок для затемнения складки. Это вот два, наверное, самых используемых моих оттенка. Вот не видно, но там уже вот прям луночка такая есть. Использую их и для себя, и для работы. Супер-супер-супер. А, и третий еще оттенок, вот такой вот темный. Это Mokka тоже от Makeup Geek. Идеален для затемнения уголка, но это, знаете, на каждый день. То есть, когда вы не черным, к примеру, красите, да, а вот затемняете вот таким вот оттенком. Для нижнего века очень хороший. Действительно, прям такой хороший темно-коричневый. Не стоит по 6 долларов. Makeup Geek доставляет в Россию официально. Абсолютно. Вот она моя любимая наверху растяжка. Вот так вот. Конечно, посвятила этот год тому, чтобы найти какую-то свою идеальнейшую палетку на каждый день, которую я смогу взять с собой. Но вот эти вот три оттенка, когда я не знаю, что взять, то я беру обычно вот эти три оттенка. И еще очень люблю вот этот оттенок Shima Shima тоже от Makeup Geek. Он такой хорошенький хайлайтер для того, чтобы высветлить внутренний уголок, для того, чтобы добавить его под бровь. Makeup Geek это одни из моих любимых теней. Наверное, они на втором месте сейчас, после Анастасии Беверли-Хиллз. Вот у меня здесь еще палитра под рукой. Здесь тоже абсолютно все тени Makeup Geek. Действительно, очень их люблю для себя, для работы, вообще для всего. Крутейшие тени, отличное качество, хорошая цена. И им я всегда говорю свое однозначное да. Ресницы. Обожаю вот эти вот пучковые ресницы с Алиэкспресс за 76 рублей. Они аналоги других хороших ресниц, которые продаются в 10 раз дороже у нас в Москве. Потрясающе абсолютно. Они подкручены. Хотя мне одна подписчица писала, что ей не понравилось, что они не подкручены. Не знаю. Я вот на всех знакомого использовала. Очень они подкручены. Хороший цветок. Конечно, они вот так вот не стоят. Но очень естественные. У меня они есть в длине 10 и 12 миллиметров. Я их покупаю не потому, что они дешевые. Я их покупаю, потому что они хорошие. Первый раз я их купила просто для того, чтобы протестировать. И стала заказывать снова и снова. Поэтому вот такие вот ресницы я очень-очень рекомендую. Прям вообще классные. И еще я очень люблю ресницы, которые сейчас на мне. Это вот такой вот бренд Ripple Ashes. Это из Японии. Я их там купила. Я сейчас нашла их на eBay. Заказала себе сразу 5 пачек. Там в пачке 5 пар. Они те же ресницы. Они многоразовые. Я вот эти, ну, раз в десятый, наверное, ношу. Абсолютно спокойно. Главное, счищать остатки клея. Очень крутые. Прям вот нравятся мне эти уголки для моей формы глаз. У меня, знаете, и мне нравится делать акцент именно на уголках. И прям вообще они суперские. Я таких хороших уголков еще не видела. И клей для ресниц. Это какой-то опять купленный в Японии. Здесь написано, что он сделан в Корее. На самом деле я не знаю, что со мной будет, когда он закончится. Потому что он просто фантастический. Он очень хорошо держит ресницы. Он становится прозрачным. Но когда вы его наносите, он прям такой голографический эффект создает. Видите, какой необычный. Намного лучше дуо. Намного лучше клея от Илье. Но на самом деле, мне кажется, с моими покупками в Японии там все какого-то нереально крутого качества. Обязательно расшифру это название. И очень надеюсь, что мне получится повторно его заказать. Потому что это прям супер клей. Видите, он уже все прозрачный. Вот он вот здесь вот. Самые любимые тени для бровей. Анастасия Байорли Хиллс. Без вопросов. У меня оттенок блонд. Вы видите его состояние. Обожаю этот цвет. Еще люблю для себя медиум браун. Помада для бровей. Я наконец-то купила ее буквально месяца два назад. И это просто изменило мою жизнь, мне кажется. Я просто улюбилась именно помада для бровей Анастасии Байорли Хиллс. У меня в оттенке топ. Именно для тех бровей, которые надо дорисовывать, лучше просто нет вообще ничего на рынке. Просто самая лучшая помада для бровей. Ее хватит очень надолго. Только не забывайте, что вы когда ей работаете, вы ее набрали, перевернули. Вот так вот ставьте на стол, чтобы она не сохла. И карандаш для бровей. Вы знаете, я купила знаменитый карандаш Бро Уитс от Анастасии Байорли Хиллс, который работает по этому же принципу практически все в всех цветах для работы. Но поняла, что для себя я больше люблю вот этот вот карандаш от Диор. Он в цвете у меня 001 Universal Brown. Универсальный коричневый. Это тонкий карандаш. И мне очень нравится его оттенок. Он не теплый, не холодный. Он какой-то нейтральный. Он какой-то мне подходящий. Ультра-тонкий и достаточно плотный. Позволяет и волоски рисовать, и позволяет и границу нижнюю подчеркнуть. Суперский карандаш. Просто обожаю его. Он, конечно, не бюджетный. Скажем прямо, хватает его лично мне надолго. И я его люблю использовать тогда, когда мне не надо прям рисовать много бровей. То есть, когда вот примерно как сейчас, когда брови достаточно свежепокрашены. И надо чуть-чуть добавить волосков, чуть-чуть добавить объема и формы. Просто моя любовь. Гели для бровей у меня два любимых. Один просто прозрачный гель от NYX. Достаточно бюджетный. Хорошо держит волоски в необходимом положении. Не делает их твердыми. То есть, нет ощущения, знаете, что у вас какая-то солома на бровях. И еще одно мое открытие именно 2016 года. Это гель для бровей от L'Etoile. Мне позволяет создать, знаете, дополнительную какую-то мохнатость на бровях. И это тот гель, который я использую, когда, ну, к примеру, я не хочу прям рисовать брови. Или нет, у меня прям на это много времени. Обижать надо. И я прям раз-раз-раз и форму придала. Переходим к губам. Лукас Папайи. Ни для кого не секрет. Очень его люблю. На себе редко использую. В основном использую его в работе. Когда я начинаю работать с клиентом или с моделью, наношу на губы в самом начале. И человек сидит с этим, и губы увлажняются там в течение часа-полутора, пока делается весь остальной макияж. Очень хорош именно для размягчения губ. Но потом надо салфеточкой стереть мертвую кожу, если она у вас там есть. Для себя больше всего на свете люблю вот эти вот бальзамы EOS. Не покупаю в России. Покупаю в Ацинсе в Китае. Очень люблю. Прям раз-раз-раз. Они сладенькие, очень вкусно пахнут. В обычной жизни я использую либо вообще ничего, только EOS, либо карандаш для губ. И сверху просто EOS. Прохожусь. Очень люблю вот эти вот бальзамы. Карандаши для губ. Самых любимых оттенков. Первый это Coco K от Kylie Cosmetics. Но он, блин, выпадает. Грифель этот, в общем, нестабильный. Видите, раз, все, грифель достался. И второй мой любимый карандаш. Но он, наверное, первый. Им я сейчас пользуюсь чаще. Единственное, что мне не нравится то, что он белого цвета, потому что он весь пачкается. Это Color Pop. Он в чуточку более темном оттенке. У меня этот цвет Bound. Вот он прям практически натурального цвета губ. И в сочетании с каким-то блеском просто прозрачным дает эффект того, что вы губы просто бальзамом намацали. А то, что вы там где-то приврали, что они более пухлые, это практически незаметно. Обожаю, обожаю. Это тоже люблю, но чуть меньше из-за того, что он выпадает. Поэтому вот этот мой самый любимый. И вот этот вот мой самый любимый блеск для губ всех времен и народов, который почему-то на моем канале я показывала всего один раз, когда собиралась в командировку. Не знаю, почему такой парадокс, что то, что я люблю, я просто редко показываю. Но, наверное, это типа само собой разумеется. Все же знают, Наталина, что у тебя в косметичке. Обожаю этот блеск. Он, знаете, из серии вот таких вот нежно-розовых молочных, полупрозрачный, пахнет ванилью. Это мак. Это мак. Оттенок, не знаю, тут уже он стерся. Он какой-то нежно-молочный. Это серия Crimson Glass. Тоже поверх любого карандаша для губы, если его нанесете, очень красиво будет. Он достаточно густой, но он не липкий. И мне это очень нравится. Но это действительно то, что я постоянно, постоянно, постоянно покупаю, когда оно кончается, наверное, последние лет 10. Это просто константа в моей жизни. Еще хочу показать вам одну вещь. Это точилка. Это точилка из супермаркета в Японии. Но она настолько потрясающе точит до остроты любые карандаши. Просто вы увидите в антифаворитах точилку, которую мне очень рекомендовали, что это прям вот супер. И это просто самая худшая была точилка в моей жизни. То есть, если вы будете в Японии, вы себе прям выделяете большой бюджет на косметику и на всякую такую мелочевку, потому что у них шосейды продаются вообще в каждом супермаркете. Но вот такие вот вещи, если вы увидите стенд с кисточками, там, точилками, еще с чем-то, там нету китайской всякой фигни и всякой дешевой фигни. Хотя это тоже стоило не очень дорого. Но вот эта вот безымянная точилка, у нее настолько фантастическое качество. Она мгновенно затачивает любые карандаши, и это просто супер. Поэтому, если будете в Японии, прям по несколько штук себе берите. Я вот очень жалею, что я не попробовала это все сразу там и не купила себе бэкапы. То есть, знаете, такое, чтобы что-то вот лежало, чтобы было оно про запас. Ну и финальное, наверное, средство – это Fix Plus от Max. Самый мой любимый сеттинг-спрей. Давайте я его чуть-чуть нанесу, потому что в нанесении я забыла. Он не закрепляет макияж. Там нету компонента для закрепления макияжа. Но он, во-первых, дает вашему хайлайтеру дополнительный какой-то блеск. И он, знаете, помогает всем средствам слиться воедино. Видимо, он чуть-чуть как-то размачивает сухие текстуры, и они друг в друга вливаются и становятся прям реально единым целым. Он очень мне нравится. Также мне нравится иногда просто, к примеру, улажнить лицо модели перед нанесением макияжа. То есть, его можно использовать на любом этапе макияжа. Вы можете, например, нанесли базу, нанесли Fix Plus, нанесли тон, нанесли Fix Plus. Пудра Fix Plus. Он работает типа как термальная вода, но за счет того, что здесь есть глицерин, он как бы такой флолос эффект дает вашему лицу. Ну и, собственно, это все. Это все мои фавориты 2016 года. Завтра выйдет видео про мои фавориты среди кистей. Я не стала склеивать это в одно видео, оно и так слишком длинное. Поэтому мы с вами увидимся завтра. До встречи. Всем пока!